Здравствуйте! У нас боли и отчаяния, у вас печеньки и чай, и мы продолжаем наблюдать за жизнью и удивительными приключениями Люси Рыбаковой. Люся падала в спасательной капсуле и затормозила головой. Вместе с ней на планету упало еще двое человек. Впрочем, за людей она их не считает. Меня зовут Федор, вы на канале FIDISPLAY, это игра RIM WORLD с мотпаком Hardcore SK. Так, в прошлой серии у нас наконец-то завербовался еще один колонист. Колонист у нас Кабаниха. Назначил я ее ремесленницей. Вот, Васянин продолжает копать соль. Лотра у нас теперь повар. Люся у нас теперь занимается посадками. То есть, я надеюсь, сейчас никакого дупляжа не будет уже, она будет вовремя все это собирать садить. Ну и Алкашан, соответственно, у нас теперь строитель. И сейчас, наверное, нужно продолжать застраивать защитное сооружение и делать некое подобие форта из нашей базы небольшой. Поэтому я сразу здесь три постройки назначаю. И дальше уже будем смотреть. Алкашан почему-то идет чинить. Ну понятно, по приоритетам работает. И Люся начала спокойно себе нормально собирать урожай. Морковь и все вот это остальное. Так, значит, здесь он построит. Я бы хотел, наверное, вот эти два луча немножко продлить. Вот, потому что мне сейчас немножко не хватает длины их. Сюда можно будет продлить. И вот сюда вниз. Я думаю, что примерно этим, наверное, и займусь я в данной серии потихонечку. Так, что-то у нас тут надо бы разделать на мясо немножко. По поводу, значит, технологий, что у нас происходит. Я сейчас открываю верстак боеприпасов, чтобы можно было делать боеприпасы. И тут можно посмотреть по помощи. Так, я тут уже смотрел до этого. В общем, выбираем какие-нибудь, ну, скажем, допустим, мне нужны пулуси для пистолета. Нажимаем инфа и смотрим, какие боеприпасы. Точка 45. Дальше можно в помощи посмотреть. Рассказываю для тех, кто не знает, как это искать. Вбиваем 45-й. Смотрим, какие можем боеприпасы делать. Можем делать обычные. ФМЖ и фулл металл джек. Цельнометаллические. Можно делать бронебойные. Можно делать хпшки. Хп это экспансивка. На хп нужны, нужен карбон. На обычный нужен тяжелый. А на апшку нужны либо сверхтяжелые, либо керамик. Керамику, в принципе, я могу сделать. Потому что сверхпрочные тяжелые, это мне явно сейчас не сделать будет. А простые тяжелые, там требуется либо медь, либо серебро, либо что-то еще. Я посмотрел, у меня медного сплава нет. Свинца в качестве англизита руды на карте тоже нифига нет. Поэтому, я думаю, может быть, сразу делать апшки бронебойные. Но мне нужна будет керамика. И вот здесь, как вначале было обозначено. Так, давайте-ка, пишем. Вбиваем керамику. Керамик. Вот, и смотрим. Сделать керамику. Керамика делается в горне. Требует стекольную шахту, мягкую глину. Глину я могу насобирать. В целом. Так, что у нас тут? Отравления пошли какие-то. Это грустно и печально. Надо, наверное, полы сделать. Какие-то здесь будет. Вот, глину можно накопать. Глина копается достаточно просто. Делайте приказы. И собрать глину где-нибудь на болоте. Отмечайте. Все, глина будет собираться. Ну, или на болотистой какой-то местности она тоже соберется. Это первое. Для стекла нужно просто песок перегонять. Песок у меня есть. Плюс я могу блоки эти раскрошить в шахту. Или в шахту. Ну, не суть. В общем, это тоже можно будет все получить. Единственное, что нужно будет поставить горн. Чтобы поставить горн, нужно будет накопить немножко камня. Это в целом тоже не проблема. Так, и кстати, раз вот этот крокодайл, этот крокозябер к нам пришел, я думаю, может быть, имеет смысл его подстрелить. Стрелить нужен будет алкашам, наверное, сюда. Что он сейчас, скорее всего, побежит ко мне в это место. Я как раз в конце прошлой серии хотел подбить, но слегка не успел. И здесь нужно будет вовремя закрыть дверц и запереть его внутри, как только я начну его атаковать. Поэтому подвожу сюда Люсю. И начинаем его бить. Я надеюсь, мне вот эти дожди дурацкие не помешают. Так, все, пошла атака, пошел агр на меня. Я, естественно, в него сейчас буду стрелять, сколько получится. Он сейчас, скорее всего, сдохнет, наверное. Если я в него попаду еще раз. Один час. Да, вряд ли я в него еще раз попаду. Попал алкашан скорее в стену, чем в него. Будем тогда ждать. Сейчас под прицельным постараюсь его подбить. Вот эту винтовку придется делать 303-й патрон. Так, хорошо, Люся. Переносите кракозябры. Вот, но в любом случае мне нужно будет сначала исследовать верстак для боеприпасов. Единственное, что я пока не знаю, куда я его буду ставить и где я буду его делать. Потому что это такой взрывоопасный предмет. Наверное, может быть куда-то сюда. Не знаю, посмотрим. Да, у нас тут чудесным образом почему-то не очищен туалет. Давай-ка, очищай. Надо бы, наверное, будет назначить кого-то еще таким уборщиком. Постоянным уборщиком, очистителем туалетов. И все такое. Потому что это крайне полезная вещь. Постоянно все это переносить, чтобы тупо не микроконтролить. Тут, кстати, начинают уже, Люся, нормально сено собирать, смотрю. И даже с посадками нормально работать. Лотру нужно заставить распотрошить трупы. Трупы животных. Направлю его в ручном режиме. Так, а алкашам, тебя нужно направить доделать стенку. Он, конечно, не совсем тут проспался и сейчас может уйти опять спать. Но нам проконтролировать и доделать. Потому что, возможно, ко мне сейчас атака будет. Через какое-то время. И лотру у нас продолжает потрошить пауков. Пауки, это же вкуснятина. Пауками, по крайней мере, котики у нас будут питаться. Мясо насекомых. 91. Горшок, правда, они тут уже поломали. Блин, котиков надо поскорее продать. Была идея вытащить котиков за пределы карты в соседнюю клетку сбегать продать. Нет, не хочу это делать. Потому что пока что у меня крайне мало людей. Сейчас тут вообще такой базовый минимум. Просто еще даже уборщика не хватает. Уборщик-переносчик еще бы не помешал седьмой. Это будет вообще самый-самый базовый минимум колонистов, которые мне тут нужны. Да, и написали в комментариях, как проще трупы искать. Я, к сожалению, этого не знал. Но теперь знаю, всем покажу. Просто нажимайте вот сюда в поиске. У вас показываются трупы и сколько дней осталось до гниения. Удобная вещь не на никакие цифры нажимать. Я этого реально не знал, потому что всего тут знать не получается. Тут такой крайне ужасный интерфейс, который не позволяет как-то интуитивно все это понимать. Ну, либо я, может, слишком туп для этого. Ну, а не будем о грустном. Благо, сейчас есть вот такой способ смотреть, сколько свежих трупов осталось. Так, здесь у нас, опс, у нас гости. Посмотрим, как он пришел. Вот эти гости умеют торговать. Это котики. Котики, кстати, очень хорошие гости, потому что у них много навыков полезных. Плюс у них постоянно какие-то пушки с собой есть. То есть, если завербуешь котика, то ты автоматически вербуешь еще и вот этот пистолет-пулемет. Это вообще мега круто. Плюс у меня 919 боеприпаса есть. Поэтому вот этот кот. Ну, видите, он драчун. И ему вот этот автомат точно не нужен. Животновод. Вот, в целом, пешка хорошая, но не помешали бы мне какие-то животные. Можно было бы альпаку завербовать. Ну, в смысле, не завербовать, а приручить. И здесь нудист. Быстрые рефлексы, невероятная красота. Ну, мне вот эта пешка больше нравится. Можно попробовать даже ее. Она будет на свою сторону склонить. Попробовать создавать дружбу. Пускай идут. Придут, я назначу, наверное. Не знаю еще, чем они со мной будут торговать. Может быть, сейчас получится попродавать всякий трэш ненужный. Тут у меня... Ну, слишком много ненужного уже скапливается. Которое следовало бы, конечно, давно продать. Так, а ты, дружочек, делал бы, наверное, все-таки еду. Попост у нас закинули. Удобрений. 22 штуки. Поэтому вполне можно здесь будет сейчас сделать покрытие, чтобы можно было сюда дальше ходить. Так, а ты, братюня, давай-ка перенесешь. Вот это все. Ну, молодец. Побегал, побегал, пошел спать. Ладно, фиг, стабы, золотая рыбка. Испи. Кстати, можно здесь было бы еще завести пчел, потом будет открыть пчеловодство. Такой, по сути, халявный мед будет получаться. Вещь неплохая. Переноси морковь. Так, и давайте посмотрим, чем они торгуют. Торгуют они у нас... Фруктовый напиток мне саму нужен, антибиотики. Можно было бы купить. Вещь неплохая. Единственное, что надо животных будет только спрятать от антибиотиков, потому что коты их наедятся. Я не знаю, почему-то до сих пор не пофикшено, но антибиотики мне очень нужны, потому что вдруг какая болезнь... Именно что болезнь, потому что заражение можно, в принципе, и без них пролечить. Всякие там чумка и прочее, они... Ну, которые усилен дебаф дают. Так, здесь у нас укуруза. Мне не надо виноград. Можно было бы продать, наверное, его. Семена льна. Лен, я пока выращивать не хочу. Кормовая трава. Мне самого взяли так. Мне пригодится. Семена бамбука. Нужно впарить, мне не нужны. Лук. Надо ли мне его продавать? Тут лук на заряд. Я вот этот продам, а второй оставлю. Мне пока не нужен. Можно у них купить карабин. За 1600. Но у меня, естественно, на него денег нет. Граната противопожарная. Ну, такое она мне сейчас не нужна. Молот и Тора. Они мне пригодятся вдруг от кого-то отбиваться. Поэтому оставлю. Ну, блин. Все бы хорошо, да у них денег нет на этот лук. Ладно, черт с вами, не буду я с вами ничего делать. А тебе в гостях поставим вот эти две галки. А с этим можно просто попытаться улучшать отношения. Что если получится второго завербовать, это будет очень хорошо. Так, окей. Сейчас тогда придется немножко опять подождать, пока у нас строитель наш проспится. Ремесленник, я надеюсь, потихонечку, уже потихонечку клепает камни. Скоро, как накопится некоторый запас камней, можно будет, наверное, сделать, может быть, верстак для производства шмоток. И наделать всем перчатки, ботинок. Потому что и перчатки, и ботинки ускоряют скорость работы. Ну, самое обычное. Но перчаток не сделать будет на самом обычном столе. Но снегоступы всякие можно понаделать. Хотя кабанихи бы, конечно, боту не помешали. Да и лотри бы не помешали. И у этого ботинок нет, Коди. Так что в целом это, наверное, неплохое вложение будет средств. Параллельно делать и портнягу. И вот это вот все. Но 80 камней. Придется подождать, пока 80 камней накопится. Так, алкашана. Давайте я отправлю сюда строить необходимая вещь. Что-то марет уже поналетело, капец. Лутро. Ну, пока вроде все спокойно. Я думаю, можно, наверное, ускориться. Так, стопэ, подожди. Что-то я опять прогнал. Я же ведь антибиотики у него сам купить хотел, да? И деньги бы у меня вычились. Тупи-тормози называется. Сейчас я вернусь к нему, куплю антибиотики. Возможно, кто-то в комментариях уже написал, что я тут протупил. Но бывает. Коди. Будь любезен. Убей, пожалуйста, комаров. Блин, эти мухи, это капец какой-то. Спасибо. Благодарю за то, что убиты комары. И надо будет, наверное, здесь дорожки какие-то понаделать. Вообще, чтобы делать покрытие нормальное, нужно исследовать пол-два. Пол. Вот первый пол, второй. Здесь появляется пол за один каменный блок. И можно очень быстро делать негорящие полы вдоль всей базы. Чтобы пешки могли быстро перемещаться от одной позиции к другой. Тюремную зону, возможно, я сейчас уберу, потому что пока что я не хочу никого вербовать. Мне нужно устаканить производство еды. Я думаю, что мне, наверное, потребуется еще один вот такой блок, где я буду выращивать морковь. Заболоченная, плодородная. К сожалению, крайне мало. Вот здесь можно было бы, по идее, сделать блок под посадки еще один. Вот такой вот. Ну и сюда расшириться, естественно. Плюс вот этот блок придется тогда вверх немножко продвинуть. Я смотрю, у нас пять крокодилов тут ползают. Ха, у него уже малярия. Это хорошо. Не знаю, куда пытаются идти эти крокодилы. За комарами охотятся. Их бы тоже бы желательно, чтобы комары, конечно, покусали. Так, ну что, ты проспался? А, он уже сделал. Молодец какой-то. Иди отдыхай. Потому что это было необходимо сделать. Так, компост у нас готов. Штанцы и туника. Я думаю, что надо, наверное, нашего гостя, точнее не гостя, а вновь завербованного переодеть. Потому что он тут... Она тут в какой-то фигне ходит. В непонятной. Давай-ка принудительно переоденем. Сюда, дальше штанцы. Возможно, имеет смысл бацинет напялить. Он, конечно, будет скорость работы немножко резать, но, блин, социальное влияние режется. Ладно, пока не буду его одевать. Ну и, кстати, уже шмотки можно перестать сжигать. Можно было бы, в принципе, их пускать на переработку. То, торговец, это, кстати, тоже очень хорошо. Носороги. Кто тут у нас еще идет? Возможно, у них рабы есть. Но мне на раба все равно денег не хватит, потому что вот этот чувак плохо одет, похож на раба. Тарабани. Хотя, если это оптовый торгаш, так он не носит с собой никаких рабов. У оптовых торгашей есть очень такие неплохие вещи. Называется руда. Железная, там какая-нибудь медная, из которой можно боеприпасы будет делать. Ну, либо сразу, может быть, и патрошки у них купить, если, конечно, будут у них. Ну, если вообще есть. Не всегда бывает. Харгаши до нас уже практически дошли. Большую часть пути они проделали. Сейчас тогда будем с ними каким-то образом торговать. Люся пытается вербовать. Так, давайте-ка посмотрим. По вкладке гостя. 0 из 3. Довольство общением. Расстроен общением. Ну, не хотят они вербоваться. Либо навык низкий, либо что-то еще. Буду постепенно этим заниматься. Да, я же хотел с ними торгануть. Все круто, но переделывай. Еще раз, значит. Это мое серебро. Это их серебро. Если я у них покупаю, соответственно, я им серебро отдаю. Поэтому покупаю я у них антибиотики. Количество 4 штук. Отдаю им 105 денег. Дальше. Под антибиотики нужно назначить зону. Например. Хотя можно здесь в комнате назначить. Высокий. И тут пишем антибиотики. Я не знаю, почему животные очень любят антибиотиками питаться. И теперь зону... Нужно исключить зону антибиотиков из зоны коня и... А, ну, котейки и так туда не ходят. В принципе, тогда сойдет. И злой Борис тоже туда не ходит. Хотя злому Борису нужно обозначить воздействующую зону. Потому что там спальники есть. Что-то мы собственному коту спальник не можем назначить. Пускай он тут в комнате ходит. Как-то так. Хорошо, с этим разобрались. Ты что делаешь? А, улучшают отношения. Ну, улучшай. Прокачивать заодно скилл. Антибиотики мы перенесем. Сейчас вроде перестали пешки заниматься всякой фигнёй перед тем, как начать работу. Я имею в виду очистку не нужную какую-то... Что-то еще. Чего, пантера? Так, вот это нужно замочить. Это нужно замочить. И зайца я тоже унесу. Прямо... Блин, капец. Халява просто халявная. Пока этот чел не сдох, нужно с ним пообщаться. Люся, что ты делаешь? Люся у нас разгружает вещи. Хал, компост. Вот это все нужно убрать. И поторговать. Пока они совсем тут не сдохли. Э, ну че ты... Блин. Она очухалась. Ладно, сейчас я ее застрелю тогда. У них и... Во! Наконец-то! Наконец-то мы можем продать котов. Можно продать вообще всех котиков. Они не нужны. Плюс у них еще денег дофига. Чувак, до свидания. Рио, до свидания. Холли, координат. Жеребец один. Вообще, по большому счету, мне и конь не нужен. Можно и коня продать. Мне деньги будут важнее сейчас. А когда будет животновод, я, наверное, приручу барана, чтобы сейчас просто на это не отвлекаться. Так что примерно как-то так и сделаем. Стрела взрывная, болт взрывной мне тоже не нужен. Можно продать. Просто тупо халявные деньги. Боеприпасы. Во! 303-е. Это патроны для винтовки, чтобы мне саму не крафтить. Боеприпас вообще всегда имеет смысл покупать, потому что они стоят какие-то копейки, а делать их крайне геморройно. Поэтому проще купить. Дальше. Что у них еще есть? 1075 они мне отдают. Можно еще что-нибудь набрать, если будет. Это мне надо самому. Кошачья, да, мне не нужна. Мясо насекомых. Это мне самому пригодится. Консервы. Сырой ароматный мухомор. Можно, конечно, было бы фунгопоникой заняться. Грибы выращивать, делать грибы. Но не хочется мне этим заморачиваться сейчас, по крайней мере. Морковь. Томат. Томат требует скилла большого, чтобы выращивать, поэтому я даже на это сейчас обращать внимание не буду. Хотя семена бы мне, может быть, на будущее пригодились. Вот яблоко, возможно, имело бы смысл купить, чтобы яблонь навысаживать. Но надо посмотреть, сколько скилла требует выращивания яблок. Потому что здесь вроде как не написано. И в описании тоже нифига нет, сколько работать требуется. Ну или, может быть, я опять что-то где-то не вижу, потому что нифига не видно, все мелко. Сейчас я посмотрю в настройках. Если получится, я тогда куплю яблок, сделаю семена для них, возможно, придется технологии исследовать. Так, а вот по поводу шерсти, всего остального, это, конечно, он удачно тут зашел. Хитин, я пока ему продам. Мне хитин сейчас вообще ни в какие ворота, очень долго мне еще не понадобится. Поэтому просто деньги забираю. И лучше мне обменять ее на шерсть, на ткани, на все остальное, потому что из этого можно делать бинты. Это первый и второй ремкомплект. Потому что пока мне еще до шерсти очень долго. Дальше можно купить... Можно было бы купить у нее кожу какую-нибудь. Нормально, только кожа, чтобы сделать кровать. Кожа носорога, из нее можно сделать шмотки. Было бы кожа рептилий. 121. Это мед кровать. Слоновья кожу продавать не буду. Кожа человека... Интересно, они купят у меня кровать? Кожа человека можно аж на 300 почти продать. У меня шиншилла в паре. Не хочу его копить. Это все крайне долго. Мягкий Ирина оставлю. Вдруг еще один придет. Хотя это маловероятно, конечно. Песок, щебень. Песок, кстати, тоже имеет смысл покупать внезапно. Потому что его крайне геморрой надо добывать. Но не сейчас. Чуть попозже. Слегка. Дальше у них есть дымолиста. Вот это было бы неплохо. Сделать семена дымолиста и выращивать его. Потому что из него можно конопляное полотно будет делать. Сырой хлопок мне тоже не нужно. Тоже выращивать я его пока не хочу. Геморройно этим заниматься в данный момент. У него есть бокситы. Но бокситы я не могу плавить, потому что нужна электрическая печка. Так, или это у меня нет. У него. У меня урановая руда. Она мне не нужна. Я ее продаю. Ископаемая продаю. Железная руда. Вот это можно было бы купить, потому что железная руда постоянно в дефиците будет. Никелевая руда мне пока не нужна. Уголь. Я бы у нее купил, но у него нет. Дальше. Смотрим по семенам. Кормовая трава. Оставляю. Соя. 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 Слушайте, прямо у меня аж руки зачесались. Сою купить. Персик, кстати, проще стопудово выращиваться. Ну, насколько я помню. Такое, конечно, стопудово от меня тут говорить. Но сою нужно обязательно купить. 7, 9, 10. 20. Пока 20 поставлю. Я не знаю, сколько мне вообще в целом потребуется. На одну большую грядку мне нужно семян. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 7. Это сколько получается? 1, 53. Да, тут, блин, расчеты делать запаришься. Семена персика тоже бы мне пригодились. Апельсин, какаво. Это мне все не нужно. Психолист. Какаво тоже можно было бы когда-нибудь как-нибудь выращивать, но не сейчас. Больше, наверное, нужно семян сои купить. Пофиг. Потрачу на это деньги. Давайте 50 возьму, чтобы уж наверняка в запас. Соя позволяет делать продукты, если скилла. Фермера хватает, а у меня его хватит, потому что Люся достаточно быстро его хапнет. Сразу и животное блюдо, потому что можно соевое типа мясо делать. Сою, протеин. И мешать его с обычной соей, и мы получаем вкусные блюда просто на равном месте из одних семян. Так что вообще мега крутая штука. Если скилла фермера хватает. Поэтому можно купить 50 штук. А персик или яблоко можно было бы... Можно купить и выращивать деревья из них. Но надо сейчас посмотреть, персик я могу сразу сажать или нет. Или мне нужно технологии изучать. И сколько требуется скилла. Руду я купил. Можно было бы купить блоки гранита. 79 штук. У меня вроде сколько-то еще было, чтобы сразу сварганить печку. Но, наверное, пока нет. Остальное я пока что оставлю. Мне нужно посмотреть, сколько семян на персик мне нужно. Поэтому я принимаю. Делаю паузу. Алкашана ведем сюда, чтобы убить кошку. Един выстрел нужен. Семена сои обязательно уносим. Вообще можно... А, тут еще деньги. Тоже надо унести. Обязательно потрошки. Это прям вообще удачно. Мега просто удача. То, что они зашли. Я сплавил всех животных. У меня остался только один котик в питомцах. Что мне, собственно, и нужно было. Конь мне не нужен. Конь мне не нужен. И тренировать на переноску я его тоже не хочу. Дальше. Склад по умолчанию. Здесь я делаю склад для семян сои. Это сейчас мне жизненно необходимо. Приоритет высокий. Семена сои. Единственное, что нужно будет для этого изучить технологии. Так что, возможно, я сейчас с боеприпасов переключусь на сою. Потому что я купил 303 патронов. Дофига. Фруктовый сад. Так. Давайте посмотрим. Фруктовый сад 1. Апельсиновое дерево. Персиковое дерево. Семена персикового дерева. Теперь вопрос. Переключаем сюда и обратно боеприпасы ставим в очередь. Чтоб я мог выращивать сою. Соя, по-моему, где-то здесь должно быть написано. Сколько она скилла требует. Растение соя. Блин. Где вот требуемый навык посмотреть? Не как вообще. А хорошо. А с персиком тогда как мне сделать? Немножко неудобно, видите, получается. Персиковое дерево. Получить семена. Проще, наверное, знать, как сделать. Поторговать с ним. Так. Покупаем. Ну, купить, допустим, десяток семян. Десяток семян. Потратить там сотню. Да ладно. В общем, в данный момент руда моя не считается в домашней зоне, поэтому она не учитывается при торговле. Выделяем домашнюю зону. Внезапно появилась сразу вся серебряная руда. Обратно листаем вниз. Выбираем семена персика. Десять штук. И делаем принять. Теперь, если обозначить посадки и посмотреть, ну и указать персиковое дерево, то там будет написан скилл. Я не знаю, как по-другому посмотреть. Если кто-то знает, как попроще это сделать. Напишите, пожалуйста, в комментах. Потому что здесь скилл указывается. Требуемый навык восемь. Так, а сою я пока делать не могу. Вот справа на... Да блин. Вот, требуемый навык. Вот это поле нужно найти где-то в списке помощи. Я черт его знает, как это делается. Обычно я просто стараюсь запоминать эти вещи. Но сейчас хотелось бы просто вспомнить вот это все. Ну, тем не менее, персиковое дерево уже сможем сажать, потому что навыка у Люси хватает. И если все-таки соя 13 требует, вроде она требует 13, тогда мы сможем без проблем сажать сою. Тогда морковку нужно будет отсюда убрать. Ну, либо я поставлю здесь еще один загон. Сюда повысаживаю сою. Хотя лучше сюда и посадить. Потому что... Потому что здесь уже удобрение сделано. А тогда сделать следующее. Запретить сеять. То есть, вначале здесь морковь дорастет, я ее соберу. А потом уже начну выращивать сою. Я надеюсь, за это время никто помереть не успеет. А деревьев персиковых, мне в принципе вот этих 10 штук на первое время хватит. Я их посажу, наверное, вот здесь в загоне. Мне сейчас в таком количестве сена здесь не нужно. Поэтому нужно посмотреть. Благородная почва везде. Заболоченная. Давайте вот так сделаем. Видимость. Можно вот это все. Вот эту всю зону отдать исключительно под посадки под эти деревья. Да, сделаю вот так вот. Я эту зону уменьшу. Нет, я здесь запрещу сеять. Вырастет сена трава. Люся ее соберет. Хотя ладно, давайте уменьшим сразу. Экономия на спичках какая-то пошла. Вот эту нужно расширить. Вот сюда. А здесь создать новую зону посадок с персиком. Чтобы у меня росли персики. Потому что я из них смогу делать первый фруктовый салат, второй напитки. Чтобы разгонять иммунитет. И все такое. Здесь сразу же нужно указать... Так, не то. Не зону склада. Зону посадок. Тебя. И здесь указываем персиковое дерево. Вот так вот. Сейчас в целом... Тут вроде ничего нету. Тут надо удалить. Сейчас в целом должно быть все окей. Ну, единственное, мне сейчас останется убить вот эту котейку. Ну, благо тут алкашан уже пришел сюда. Да, еще забыл одну вещь. Я забыл купить у них шерсть. Шерсть мне крайне пригодится. Поэтому нужно сделать склад, наверное, шерстяной какой-то. Какая там шерсть получится взять? Шерсть. Мерблюжья. Ну, вот это вся. Теперь направляем Люсю торговать. И в это время, пока она идет, я подойду и застрелю вот эту киску. Что она тут будет сейчас у меня? Мозги мне компостировать. 999 денег у меня есть. Шерсть. Тем более шерсть он со скидкой продает. Так что можно выкупить. 80. Альпака и гигантского ленивца. 46. Я думаю, можно и эту и эту выкупать полностью. Проблем тут с этим быть не должно. Так что, принимаем. Котейку нужно зарезать. И вот это все. Вот это все. К срочной переноске. Единственное, нужно зону поставить для семян персского дерева. Опять же, здесь сделаю склад. Я это все потом реорганизую. Естественно. Шперсик. Семена персика. Во. Вот сейчас должно быть норм. Ну и естественно, котейку это нужно унести. Он ее сам унесет. И планировку надо убрать. Видимость. Все. Вроде как мы с ними торганули. Теперь, чтобы не было в будущем каких-то возможных потенциальных проблем. Не могу, да? Нужно их отправить во своясь. Тут есть такая опция в ХСК. В отличие от ванили. Вылечено. Молодец. Отклонить торговца. Нажимаете. Он идет. Говорит им. Давай, до свидания. И они уходят. Наконец-то. Наконец-то они ушли. Давай, колюсит, это перенесешь. Потому что сейчас нужно будет посадками заниматься. Уходят. Грязь. Это ладно. Посмотрим, как она будет совершать посадки. Надеюсь, что все окей будет. Ну и избавились лишний раз от животных. Чтобы крокодилы мне не доставляли неудобств. И нужно продолжить делать стенки. Известняк. Давай вот с этой стороны сейчас сделаем. Чтобы можно было отсюда огонь вести и отсюда. Тут, конечно, мертва зона получается. Чем занимаешься? А, ну она пошла в колодец. И сейчас нужно эту всю зону будет куда-то перенести. Я думаю, что имеет смысл отжирать вот эту территорию. Потому что здесь я тоже хотел делать посадки. Здесь тогда можно будет сделать комнату для наслаждения. Куда они будут ходить там с палочкой. Развлекаться. Или мольбертом. Что-то типа того. Так, но... Естественно, это все займет время. Некоторое. Мясо насекомых. Почему-то он засолкой не занимается вообще никак. А, он скорее всего отравлен. Да, у нас нет. Не отравлено. Почему так долго? Надо ему по-любому делать перчатки и делать боты. Чтобы это сделать, нужно в технологии войти будет. Блин, тогда... Опять же, я купил боеприпасы. Возможно, наверное, имеет смысл сейчас тормознуть высокоточное производство. И все-таки пойти временно вот сюда, в пошив одежды. То есть, вначале я изучаю вот это. Следующая технология идет пошив одежды. Ну, блин. Через шифт нам назначать. Купи, тормози. Сюда и... А, ужас. Еще раз. Овощеводство. Первое. И пошив одежды. Вот, вот так. Дальше уже будем разбираться. Лукашан решил закатить вечеринку. Какой молодец, Лукашан. Ласянин, иди-ка тоже на пати. Ты хоть и слепой. Будешь... Ушами наслаждаться. Посещает вечеринку. Ты тоже иди посещай пати. Не среди крокодилов где-нибудь. В более в каком-нибудь удобном месте. Баних ты тоже можешь идти посещать. Да, блин, идите все уже посещать. Я не знаю, как не родные-то. Все отдыхают, и вы отдыхайте. Открыванная одежда, инструменты. Ну, блин, потерпите немного. Будет у вас скорая одежда и инструменты. С боеприпасами, конечно, хорошо получилось. То, что столько винтовочку бы еще где заиметь. Потому что у меня тут их вообще уже целая куча. Жалко только, что они пока что-то не стакают. Я не знаю, может, тоже какая-то проблема у меня со стакиванием есть. Здесь вроде как простакали. Хотя там так-то настройка в работах должна быть, чтобы они объединяли в стаке. Ладно, можно ускориться. Учитывая то, что сейчас был караван, это было как событие. Соответственно, пока что атаки, наверное, быть не должно. Ну, либо она будет в количестве одной штуки. Почему семена кормовой травы сюда унесли? Непонятно. Давайте-ка, приоритет максимальный. Здесь максимальный. Тут тоже максимальный. Все, Люся начала засаживать персиком. Одно дерево готово. Что-то как-то она быстро тут... Она высаживала-то. Все закончилось. Лукашин, перестань рыгать. Давай ты будешь изнутри все-таки строить. Потравился немножко он. Надо сделать полы там нормально, чтобы отравы не было никакой. Делай. Полы я пока что никак не успеваю сделать. Убирайте кровь. И разделывайте кота. Блин, черт. Скоро, наверное, мясо на секомых начнет портиться. Что он только и занимается, что готовкой. Один. Не успевает один повар вот это все... Вот это все обслуживать. Он ходит еще поболтать здесь немножко. Главное сейчас не прозевать вот это вот. Разрешить сеять, чтобы потом поменять на сою. Хотя когда еще это сою исследуется, черт ее знает, что Коди занимается не тем, чем надо. Что у тебя по гостю? Два из трех. Слушайте, если получится сейчас еще одного друга ему получить, то мы получим плюс одного котика в зону. Это у меня будет животновод. И можно будет приручить какого-нибудь... Блин, приручать тоже некого. Слоная я не хочу приручать. Они больно много едят. Но все равно рано или поздно появится какая-нибудь альпака, чтобы у меня постоянно шерсть была. Потому что вещь эта крайне полезная. Ну или желательно баран. Можно, конечно, барана купить. Потому что барана доить можно. А кто у меня назначен на... Назначен на... Дипломат 1-1-5. Люсю тоже, наверное, надо поставить на дипломата, чтобы она тоже с ними дружить ходила. И Кодина тоже поставить на дипломата. Пускай вообще все ходят, дружат. Прям вообще лобзаются в десна. Там что хотят, то и делают. Но нужно с ними дружить. Хотя, возможно, они сейчас уже уйдут. Но велик шанс того, что они сейчас вернутся обратно, если они удовлетворены у нас посещением. Ну да, довольство от гостеприимства. У этого низкое. А у этого вообще отличное прям. Видимо, не надоедали ему постоянно беседами. Васянин. Давай-ка ты сначала уберешь гадость. Здесь, конечно, можно какое-то покрытие сделать. Ну что у меня уже сена достаточно много. 162. А на покрытие сена... Так. Где оно? Приводный пол? Нет. Покрытие примитивное из сена. Сена, конечно, запас на черный день. Но 60 можно на это потратить. Сделать из сена покрытие. И там почище будет. Потому что сейчас там ужасно просто. В этом плане. Так что давайте ускоряться потихонечку. Очарован общением. Это, кстати, хорошо. Мнение немножко у него улучшается. Все еще 2 из 3, правда. Будем ждать. Будем ждать, что с этим у нас получится. Надеюсь, получится его завербовать. Я смотрю, кабаниха потихонечку продолжает тисать камни. Конечно, пока что мало. Плюс я еще постоянно расходую их на свои укрепления. Но процесс идет. И это меня прям радует. У тебя сыто. Сейчас он поезд. Нужно будет отправить, доделать эти укрепления. И обязательно сделать тут. Начну их делать вот отсюда, наверное. Потому что здесь я планирую 2 отсека еще поставить. Тут, правда, гадость растет в виде грязи. Но грязь это болото. Болото можно терраформированием убрать. Блин, вот этот животновод, кстати, мне вообще очень сильно поможет сейчас. Потому что его можно будет назначить на переноску. Он ведь у нас скоростной. Я все тут планы на него уже состроил. Коди должен с ним пообщаться. А он с ним никак общаться не хочет. Ну что, принудительно сюда. Блин, алкашан. Да, расстроен общением. Чуть-чуть Коди с ним пообщается. Если все, сразу же мы его завербуем просто. Моментально. Че хотел посмотреть-то? Блин, ну памяти нет нисколько. Отвлекся? Нафигню на это. А, я хотел посмотреть, что он бегун или нет. Потому что в персоне можно глянуть. Да, он скороход. То есть он для переноски будет вообще прямо. Это, конечно, не очень хорошо. Че-то, походу, зря я радовался. Возраст. Это вообще бабушка какая-то. Блин. Не, сорян. Сорян, Барян, ты мне... Зря я обрадовался. Не буду я тебя вербовать. Вы, конечно, хороши. Очень сильно. Бабушки, мне тут совершенно не к месту сейчас. Так ты идешь сюда. И начинаешь делать вот это. Боеприпасы у тебя... Десят штук. Надо ему... В назначениях... Я пока паузу поставлю. Алкашан. Снаряжение. Делаем редактировать. Выбрать. Алкашан снаряжение. Молоток. Любые боеприпасы для винтовка. Боевщество А3. Почему он с обостреломостью? Видимо, я им приказал. Для винтовки нужно увеличить, наверное, до 100 штук. Вот так. А стрелы нужно будет выкинуть. Когда надо делать. Ну, я надеюсь, что он сам это сделает. Потому что сейчас столько стрел с собой таскать смысла нет. И я думаю, что нужно вот этот блок сейчас переделать будет. Как я доделал вот это. Все-таки не тут делать, а вот здесь. Можно здесь просто обнести бойницами. Чтобы можно было атаку вести. И прострел делать сюда. Крайне важная вещь. 38. Ладно, можно ускориться. Мосяне спит. Баниха. Продолжает клепать. 62. А станок стоит... Вот этот начальный партняжный станок один фиг нужен. Потому что он позволяет разбирать шмотки. И из них больше вещей получается. Почему-то, я не знаю, какой-то баг. Ну, может быть, это по фикшену уже. Но раньше всегда было так, что вот этот верстак больше на выходе ингредиентов дает, чем если разбирать вещи на обычном швейном станке. Не знаю, почему так было. Постоянно такая фигня происходила. Я назначу сейчас из известняка. У меня его про 260 штук. И пока что я даже не знаю, куда его ставить. Сюда можно, но тут... Блин, у него дебаф будет на работу. С другой стороны, тут только шить пока что. А что, наверное, сюда и поставлю. Неподходящая температура. Жарко, что ли, тебе здесь? Не парься. Не расплавишься, ни сахарами не растаешь. О! Персик наконец-то посажен. 5, 6, 7 деревьев пока что растет. Не знаю, насколько тут это, конечно, эффективно все будет. Но семена буду потихоньку копить. Своя... Своя у меня еще не исследована. Блин, все очень долго. Хотя, что тут ожидать? Считай, самое-самое начало. Сюда можно было бы поставить штуккенсу, которая охлаждает. Потому что леса у меня дофига. Давайте, наверное, так и сделаем. Температура. 50 досок, конечно, на это потребуется. И заставить его построить. По крайней мере, они штрафа не будут испытывать. Ну, все это дело. И у меня не успевают пешки солить. Он тупо готовит вкусные блюда. А солить мясо не успевает. Мясо сейчас испортится. Надо, наверное, Люсю заставить засолкой заняться. Она, в принципе, тут вся отдохнувшая. Я сейчас повар. 8. Давайте-ка вот так вот сделаем. Засолить мясо нужны материалы. Да ладно. Тут что, не поставлено, что ли, мясо насекомых? Блин, жеванный крот, а. Почему так? Давай, соли. Срочно при чем? Эту дверь можно вообще открыто держать, чтобы они время не тратили. Ну, сейчас можно будет насасалить. Я надеюсь, она успеет тут по-нормальному засолить. Успокоить Саню не удалось. Саня с ума сошел? Бывает. И алкашан доделывает стенку укрепления. Ладно, сейчас тогда подождем. Подождем в итоге, что у нас получится с Люсей и с алкашаном постройки. И потом, наверное, я начну строить уже все-таки верстак. Верстак кожевника. Попробуем наделать ботинок. Мне нужно три ботинка сделать. Три пары. Крайне необходимая вещь. Да, Люся вместо того, чтобы заниматься засолкой, сходила, сделала немножко компоста. Но компост вещь тоже нужная. Так что у тебя тут осталось? Сейчас останется две работы, он пойдет своими делами заниматься. Нет, надо же. Доделал. Так. По поводу блоков. 82. Да, мы можем это построить. Иди работай. Просто капец, как надо. Это я тоже открою. 18. Нет, нужно закрыть обратно, иначе температура начинает расти. Восянину 27 сегодня исполнилось. Так, Люся. Люся, Люся, Люся. Что у тебя по нуждам? Ну, она пока еще держится. Из мяса насекомых осталось 54. Ну, прям вообще хорошо. Успела перегнать. Не должно оно испортиться. И у нас практически готова эта штукенция. Где мы можем сейчас сделать ботинки. Давай настраивай. Так, значит, задание. Сделать... Сделать... Вообще, на переработать одежду в текстиль. Я пока что здесь все запрещаю и поставлю сюда нику. Я потом это все настрою. Покажу, как можно настроить. В принципе, можно по каким-то базовым вещам настроить. Или оставить, чтобы не перерабатывали только то, что не хотелось бы переработать. Но пока что вот так вот. Пока что ставим в поиске нику. Она мне не нужна. Ее нужно переработать одну штуку. И мне нужно сделать снегоступы. Количество трех штук. Трех, говорю. Сейчас нужно будет настроить, из каких вещей будем делать. Потому что здесь ботинок нет. У троих есть, у троих нет. И ботинки вот сами по себе теплые. Ну вот снегоступы. Они увеличивают скорость работы на 12%. Не знаю, в чем проблема. Может быть, мозоли на ногах меньше становятся. Здесь нужно обязательно посмотреть. 25 кожаных и 3 компонента. Убираем. Компоненты. Понятно, что в самом низу. Так, нет. Компоненты куда-то. Компоненты не указываются здесь. Здесь только кожа указывается, из которой будем делать. Но буду делать из чего-нибудь. Кстати, можно из человечины сделать. Посмотреть, какие получатся снегоступы. Жалюся на колонии. Так что вполне. Ну, а кроме шуток, можно из слоновик уже делать. Потому что она довольно хорошие модификаторы дает. Один, по крайней мере, сделать. Дальше можно будет посмотреть. Ремесло 8. А у алкашана ремесло 11. Лучше сделать первую алкашанам. Чего ужасно разочарованы. Че не так-то? Нормально же общались. Ну, друзей хватает. Можно было, кстати, ее завербовать. Эту Саня. Ну, блин, бабушка. И у нее... Она уж там на грани того, что она помрет сегодня-завтра. Нафиг она нужна. И здесь друзья все. Ее тоже можно было завербовать. Хрен с ними. Не знаю, чего они так расстроились. Все вроде хорошо. Диван из человека. Что может быть лучше? Алкашан. Отдых. Блин, он хочет отдохнуть. Давай-ка я тебя заставлю сшить одежду. Почему-то и работка одежды... Блин. Туника это штаны. Вот это да. Почему он вместо того, чтобы сжигать, пошел клепать снегоступ? Ну, сделаю одни, посмотрю. Я не знаю, тут будет модификатор или нет, потому что, насколько я помню, раньше, где-то то ли в ваниле, то ли здесь в ВСК, была такая тема, что носит одежду из человека, поэтому мне, типа, ну, блин, мне противно, типа, такую одежду носить. Поэтому давай-ка я тебе дебаф тут накину. Вот такая фигня была. Сейчас не знаю, есть или нет, надо делать, посмотреть. Тем не менее, готовы ботинки. Ботинки у нас дают плюс 12 скорость работы, скорость передвижения, социальное влияние плюс 5%, ну, естественно, из своих врагов носишь. Теперь давайте проверять. Кабаних. Надевай снегоступы и смотрим в нужды. Чё? Вдверхся про эноидальному. Ну, это он с ума, походу. Снегоступы, да. С человеческой кожи тоже дают дебаф. Блин. Ладно, такую одежду тогда будем продавать. Здесь я в таком случае поменяю кожу человека на... Чё-нибудь более внятное. Можно из слона, например, можно из пантеры, из какой-нибудь делать. Можно из кожи, из кожи обычно. Но кожу я пока оставлю на диван и на кровать. Ну, блин, нормальные же ботинки, а, из своих врагов. Ладно, на этой позитивной ноте серия буду заканчивать. Здесь у нас получилось уже, наконец-то, внедрить систему крафта. Начали потихоньку делать ботинки. Правда, пока что из человека только. Но, я надеюсь, дальше мы их доделаем, эти ботинки. Самое главное событие. Мы купили семена сои. И скоро можно будет делать посадки этой самой сои и обезопасить себя по еде. Это крайне-крайне важно. Вот. Ну, на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока.